приветствую всех приветствую всех давайте проверим звук я сейчас выйду с телефона посмотрю буду отвечать вам с телефона по крайней мере чат и читать давайте пока у нас ноль зрителей я вижу сейчас еще пост и будем проверять два зрителя присоединилась отлично пока можете писать как меня слышно как меня видно потому что сегодня чуть-чуть оператор который предоставляет мне интернет немножко меня подвел ну я вижу что слышно и видно и сегодня у нас тема это выключил буду читать ваши комментарии я вижу что комментарии есть ну вот в таком вот режиме мы будем сегодня работать и это будет трансляция именно light продвижение почему light потому что в основном вот так люди могут начинать продвигаться light продвижение социальных сетей как это вообще работает я уже несколько трансляций проводил и люди меня слышали и некоторые люди меня поняли что бывает трансляции достаточно хороши в том смысле что практически без какого-то бюджета можно продвигать свои социальные сети да вот ирина я вижу ирина поставила плюсики сергей захаренко поставил плюсики у меня тут небольшая заминочка вышла и с днем проведения именно этой трансляции но ничего страшного я думаю в этом не будет те кто должен был прийти в пятницу принципе могут приходить сегодня и так light продвижение вы например продвигается социальные сети причем я сегодня не буду рассказывать именно продвижение я поставил минусы кто об этом не знает. Возможно, просто вошли на трансляцию, вошли на трансляцию. Но, тем не менее, я думаю, меня слышно и видно. Я начну, несмотря ни на что, несмотря на своего интернет-провайдера, подвисает, подвисает, подвисает. Сегодня я не буду показывать свой рабочий стол, я сегодня не буду показывать какие-то фишки, потому что все фишки люди получают непосредственно у нас в команде. То есть есть у нас методика приглашения, приглашая, где это все описано. Сегодня трансляция будет около часа, и на этой трансляции вы узнаете, как начать себя продвигать, вот именно свою персону. Почему я говорю свою персону? Потому что я знаю, о чем я вам говорю. Чтобы продвигать свою персону, вы прекрасно знаете, для этого существуют соцсети. Напишите ваше предположение, для чего создали соцсети. Напишите в чате, вот сейчас, который у вас там в боку висит. Напишите, для чего созданы были соцсети, и для чего они вообще нужны в нашей жизни. Я пока продолжу. Так, плюсики, я вижу, пошли. Плюсики пошли. Я вижу, что у нас небольшая задержка. Буду отвлекаться немного на свой смартфон. У меня есть клипчарт, на котором я что-то должен вам нарисовать. А нарисую, я вам первое пишут изначально для общения. Даже не изначально для общения, они всегда были для общения. И совсем потом эти соцсети превратились в рекламные площадки. Почему я говорю, что вы должны продвигать именно себя? Себя первоначально. Не какой-то бизнес, для общения с людьми, все правильно, общаться. Все, правильные ответы идут. Почему себя? Почему себя? Потому что себя, ребят. Смотрите, что мы сейчас будем и сейчас... Сейчас я вам нарисую соцсети. Основной принцип... Для меня это будет смайлик. Для вас это будет фотография, на которой вы улыбайтесь, на которой вы довольны. У вас все хорошо. Ни в коем случае, если вы в соцсетях что-то продвигаетесь, ни в коем случае не думайте ставить на аватарку каких-то чертиков, каких-то черепа, кошки, мышки и все, что я смотрю у людей, что там вообще висит. Мне сегодня пишут в личку, и у него на аватарке висит какой-то непонятный аватар, и он мне пишет, ты что хотел от меня заявить, ты ко мне в друзья добавляешься? Ребят, вот в течение двух лет не подаю никакие заявки, не добавляюсь никому в друзья. Я наоборот этих друзей вычеркиваю. Мне много вопросов задают, где ты накрутил столько подписчиков. Если вы знаете мою страницу, вы можете на нее зайти и посмотреть. Там почти 29 подписчиков и 2000 друзей. Моей странице ВК. Почему? Моей странице ВК 10 лет. Можете, кстати, меня поздравить и написать, сколько в вашей странице еще где-то. Сколько лет вашим страницам? Я завел свой канал в Ютубе. Первый канал. Я только начинал, когда я только пробовал, когда на Ютубе можно было делать все. Абсолютно все. Выставлять, не соблюдать авторские права, не соблюдать еще что-то и так далее. То есть трансляция подвисает. Ну, возможно, мы еще дополнительную трансляцию проведем, если уже совсем так все плохо будет сегодня. Дополнительную трансляцию проведем. В любом случае, я не буду останавливаться. Я сегодня назначил трансляцию и я ее проведу. Основные 5 лет, Ирина пишет, 11 дней. Поздравляю вас, Виктор, что в вашей странице уже 11 дней. Это очень прекрасно. Итак, как привлечь к себе внимание со стороны других людей, которые непосредственно с вами будут работать, за вами будут следить. Аватар. Фотографируйтесь на каком-то нейтральном фоне. Вот за спиной вы видите у меня обои. Они такие не цветастые, не в цветочек, а просто вот такие красивые обои. Либо сходите в кафе, там сфотографируйтесь. Сходите в любое красивое место, чтобы привлечь к себе внимание. На что нужно делать упор в 2019 году? Я вам пишу основные соцсети, на что мы делать будем. Работать с командой год только начался. На что мы будем делать упор? Упор мы будем делать на социальную сеть, которая называется Инстаграм. Я буду писать сокращенно. Инстаграм мы будем делать упор. Упор мы делать будем YouTube. И упор мы будем делать Facebook. Почему именно эти социальные сети? Сейчас объясню. Инстаграм отлично принимает ссылки YouTube. То есть, если вы занимаетесь каким-то бизнесом, вы прекрасно знаете, что Инстаграм не очень любит реферальные ссылки на какие-то проекты, когда непосредственно вы их выставляете. Некоторые ссылки на проекты их просто блочат. Их просто блочат и не дают дальше работать. Зато ссылки с YouTube и с Facebook проходят без проблем, без вопросов. Причем Инстаграм связан с Facebook напрямую. То есть, если вы, к примеру, сделали пост в Инстаграме, вы автоматически можете получать целевую аудиторию с Facebook. Как это сделать? То есть, если кто-то знаком с Инстаграмом, прекрасно знают, что когда вы делаете какой-то пост в Инстаграме, там есть слайдеры такие. Можно подключиться к Facebook. И можно подключиться непосредственно еще к какой-то социальной сети. Можно пост делать в Twitter. Можно еще две социальные сети, которые там есть. Насчет прерывается, я уже говорил. Если прерывается, мы проведем дополнительную трансляцию. Возможно, завтра. Причем этих трансляций будет достаточно много в течение года. Мы начинаем большое движение. Мы будем работать в направлении прокачки своих команд. Прокачки своих команд. Потому что нам это уже выгодно. Нам это интересно. Но сейчас я опять же говорю. Если у вас нет еще аккаунта в Инстаграм, обязательно его заведите. Если у вас нет канала YouTube, обязательно его заведите. И Facebook, обязательно его заведите. Почему не рассказываю о ВК? У меня же там страница, и этой странице около 10 лет. Вот, ВК. ВК. 10 лет. Моей странице ВКонтакте 10 лет. Основной странице ВКонтакте 10 лет. Вот, представьте только себе такую цифру. Вот, сообщение удаляется. В ВК странице 10 лет. В Одноклассниках я страницу веду, ну, наверное, только для своей мамы. Потому что у меня мама в Одноклассниках, и она не признает никакую силу. И когда-то я ее приучил к Одноклассникам, завел ей аккаунт. Она так до сих пор там и сидит. Общается с своими подругами, общается с нашими родственниками непосредственно. И раньше у меня там были друзья со школы, были друзья с другой работы. Правда, они так и остались на Одноклассниках. И дальше они не растут. Наш же, наш вариант, это продвижение именно себя, позиционированное себя как бренда. Для этого нам нужны вот эти сети. Инстаграм, Ютуб и Фейсбук. На Фейсбуке, чем удобен Фейсбук? На Фейсбуке можно сделать свою персональную страницу. То есть это будет как маленький сайт. Можно завести группу, но в группе неудобно продвигать бизнес какой-то. То есть в группе люди общаются с социальной сети, как мы выяснили с самого начала. Социальные сети были созданы для того, чтобы общаться. Вот персональная страница, которая там даже есть. Создать группу, создать страницу. Сейчас вот так обозначу группа. Можно создать группу, но в группе люди общаются. И лучше с персональной страницей себе завести и с этой уже персональной страницей работать. То есть приглашать туда людей. Наверное, видели, что там вдруг Василий Теркин попросил вас поставить нравиться своей странице. То есть, наверное, скорее всего, это видели. Давайте побольше интерактива. Люди, которые здесь сейчас меня смотрят, я понимаю, возможно, это все прерывается. Я проведу это все заново. Но если меня слышно хорошо, давайте побольше интерактива. Напишите, в скольких соцсетях, я хочу сейчас услышать вопрос, в скольких соцсетях вы зарегистрированы. И какая соцсеть для вас составляет какие-то вопросы, что-то вы там не понимаете. У нас сегодня тема продвижения, именно лайф-продвижения. Это лайф-продвижение, это продвижение без какого-то дополнительного обеспечения, без дополнительных денег и без каких-то напрягов особых. Ну, с моей стороны, по крайней мере, нет никаких напрягов, чтобы провести для вас трансляцию ту же самую в YouTube. И мы сегодня об этом поговорим. Мы разобрались, что нам нужно начать продвигать Instagram, YouTube, Facebook. ВК сейчас сильно заспамлено, и люди пишут, что на данный момент ВК установили, то есть изобрели роботов, которые работают по ВК. Нет роботов, которые... Есть, конечно, роботы, но они не настолько распространены. Вот если вы развиваете свой бренд, либо развиваете... Так, это нормально видно и слышно. ВК зарегистрировано трех на начальных стадиях. Отлично. На начальных стадиях. И вот смотрите, это вот если вы развиваете свой бренд, Instagram вам жизненно необходим. Что можно публиковать в Instagram? В Instagram можно публиковать свои фото. Также в Instagram можно публиковать stories. Можно публиковать stories, и эти stories непосредственно больше привлекают к себе внимание целевая аудитория. При этом, если у вас будет много просмотров stories, stories сейчас объясню, это короткие видео до 15 секунд. Например, вы куда-то пошли в кафе, записали короткую историю, я сейчас иду в кафе. Либо я сейчас на пробежке, я на прогулке. Таким образом вы привлечете свою целевую аудиторию. Что делают первоначально люди, когда приходят непосредственно в социальные сети? Все пишут, это очень хорошо. Активность, это очень хорошо. Что начинают делать? То есть, что им преподают те люди, которые сейчас вам пишут? Не можешь пригласить в проект, не можешь еще что-то. Вступай в наше бесплатное обучение, за которое ты будешь платить потом. Либо купи нашу волшебную методику, в которой мы тебя научим привлекать уже в первый месяц ты заработаешь миллион рублей. Слышали такое? Если слышали, ставьте плюсики в чате, и будем продолжать. Ребята, первоначально, когда вы в социальные сети пришли, например, кто-то пришел заниматься бизнесом, и, соответственно, откуда он пришел? Он из социальной сети, он зарегистрировался на какой-либо странице, на каком-либо сайте, и начинает зарабатывать. Но, смотрите, если вы открыли страницу в соцсетях только совсем недавно, ни в коем случае, ни в коем случае не пытайтесь в течение двух недель там спамить свои ссылки. 14 дней это табу. Почему 14 дней? Потому что, когда открывается непосредственно новая страница, желательно, конечно, ее в отлежку положить, так называемую. То есть в отлежку, когда вы ее положили, для чего это делается? Потому что открыта новая страница, и роботы настроены так, если вы страницу открыли для спама, если вы собрались там спамить, либо ссылку свою пиарить, ваша страница может прожить от 5 минут до 7 дней, не больше того. Люди, вот обучение, которое дается в интернете, большинство обучений, которое дается в интернете, они именно на это и рассчитаны. То есть зайдите, мы вам дадим автоматизацию. Что уходит в автоматизацию? Роботы автоматизации. Роботы, в которых вы покупаете фейковые аккаунты и голопом по Европам начинаете с нее там фигачить, спамить в личку, спамить в группы. Соответственно, такие страницы долго не живут. К чему мы пришли за несколько лет с Ириной? Давайте подведем небольшой итог. 20 минут прошло. К чему мы пришли с Ириной за несколько лет? Мы пришли к тому, что необязательно иметь 50 страниц, чтобы вас все знали. Не нужно этого делать. 2019 год позиционирует себя как год продвижения своего бренда. Продвижение своего бренда. Знаете, что это такое? Это когда у вас одна, максимум две страницы. Когда у вас есть свой Инстаграм, когда у вас есть свой Ютуб, когда у вас есть свой Ютуб или Пейси. Продвижение своего бренда. И эти три страницы задается вопрос, а это не личная страница, тоже срок 14 дней. Повторю, потому что прерывается, я вижу, что прерывается. Если, я повторяю вопрос, а если это не личная страница, а группа, тоже срок 14 дней. В любом случае, поисковые роботы, они настроены на что-то новенькое. Они настроены на что-то новенькое. То есть, не ограничивается, нет ограничений на то, чтобы непосредственно, например, вести свой бизнес, например, из группы. То есть, вы можете завести страницу, оформить ее, поставить фотографию, написать свой статус. Написать свой статус, например, я Василий, я люблю жизнь и я люблю путешествовать. То есть, не пишите нифига не нужно, что вы занимаетесь бизнесом. Тем более, не ставьте туда ссылку в статусе. Не надо этого делать. Если вы хотите, можете там контакты своего скайпа, ватсапа написать. Там, вайбера, чтобы люди с вами связались. То есть, вам не нужно все. Вот смысл, смысл этой жизни, вам не нужны все. Все к вам не придут. Вот поверьте, моему большому гору, что все к вам не нужны и все к вам не придут. Если придут к вам все, вы же не любите, когда... Вот кто любит, что у них в проекте, например, в проект зашли, зарегистрировались, указали фейковые почты, указали фейковые данные и на этом все закончилось. Вот кто из вас любит, пишите. Кто не любит, пишите. Не люблю. Кто любит, что у него фейковые там какие-то регистрации, пишите. Люблю, целую, обнимаю, все. Смотрите, смотрите, вот ситуация какая. Вы заводите, я думаю, заводите на страницу. Такой квадратик у меня получился, не такой. Вы заводите страницу и там непосредственно ставите свою фотографию. Звое смайлик получился. Ничего страшного, разберемся. Вот здесь, здесь наверху, наверху или снизу, там где-то есть статус. Не пишите, что вы занимаетесь бизнесом. Напишите, что вам интересно. Вот, напишите, что вам интересно. Людей по интересу найти намного легче. Например, если вы напишите, свободное от работы время катаюсь на горных лыжах, к вам будут присоединяться люди, которые свободно от работы время катаются на горных лыжах. А если люди катаются на горных лыжах, поверьте, я прожил в Мурманске 13 лет, и я знаю, что это удовольствие не из дешевых. Понимаете направление? Вот, поймите направление, вот это все. Вот, пишет, фейки не люблю, не любит фейки. Вот, в статусе напишите ваше, ваше любимое занятие. Люблю смотреть сериалы, вы наберете людей, которые смотрят сериалы. Люди, которые смотрят сериалы, и нет денег в основном. Ну, нет денег. Если у человека есть время смотреть телевизор, у него нет времени на зарабатывание денег. Так, сейчас отпустит мне немножко транслятор. Если вы любите кататься на горных лыжах, я люблю кататься на горных лыжах. Если вы любите кататься на велосипеде, если вы любите ремонтировать машину, то я буду делать транслятор. Ну ладно, разберемся. Так, давайте я попробую переключиться на другую сеть, и возможно меня там будет видно и слышно лучше. Пока никуда не разбегаемся, сейчас я просто переборщу. Проверим. Видно. И возможно у нас либо зависнет все в конкретном. Считаю что от меня поднашивает страшно. Лучше. 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 Я так. Виснет. О. Сейчас. Сейчас. Посмотрим. Посмотрим. Продолжим. Если меня сейчас слышно хорошо, я продолжу. Наверное. Наверное. Продолжим. Продолжим. Вспомнение. Вспомнение. Продолжение следует... 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 Почему я не могу указать ссылку непосредственно на то, что я продвигаю? Потому что вы продвигаете предварительно себя. 2019 год, я неустанно буду повторять, 2019 год это год развития бренда в MLM. Сейчас, на данный момент, чем больше людей о вас узнают, тем больше людей от вас, от вас же узнают о вашем бизнесе. О том, чем вы занимаетесь. Я чуть-чуть здесь буду подслушивать, не обращайте внимания. Я думаю, меня сейчас видно и слышно было. То есть вы, скорее всего, прекрасно меня поняли, о чем идет разговор. Что вы должны, вот, к примеру, давайте будем брать отдельных людей, которые сейчас у нас находятся на трансляции. И если вы не против, я буду называть ваши фамилии. Вы же не против? Если вы против, ставьте напротив своей фамилии минус. Если вы за, я буду называть, вот, из чата я буду смотреть. И называть ваши фамилии, непосредственно это будут смотреть другие люди. Ставьте плюсики, если вы не против, что я буду называть ваши фамилии и имена. И примерно вот на этом, вот на этом примере мы будем, я вам покажу, как нужно оформить свою страницу. И нафига вот это мы не делаем. Инстаграм соединяем с ВК, ВК мы соединяем с Ютубом, Фейст мы соединяем с ВК, Инстаграм с Ютубом. Вот это все для чего нам нужно. Вот это для чего я вам объясню. Вот, Сергей Захаренко пишет не против, Виктор Клышко пишет не против. Смотрите, давайте начнем с Сергея Захаренко. Смотрите, Сергей Захаренко выставил свою фотографию, самую красивую фотографию, которая у него есть. Если у него нет пока красивой фотографии, он может ее пойти сделать. Вообще, в идеале нужно сделать, конечно, фотосессию. Я не знаю, чем занимает Сергей Захаренко. В статусе вы должны написать непосредственно свое самое любимое дело. Чем вы любите заниматься в свободное время? Я никогда не поверю, что у вас нет свободного времени и вы ничем не занимаетесь. То есть, если вы любите рыбалку, вы пишите, я люблю рыбалку, я занимаюсь рыбой. Вот статус. В статусе мы писали, я люблю рыбалку, я люблю жизнь, я поймал большую рыбу. Что мы делаем во всех социальных сетях? Инстаграм. Инстаграм у нас позиционируется как фотографии. Фотографии и непосредственно видео, я уже вам сказал, история, видеоистория, которые у вас сверху выходят у всех ваших подписчиков, у всех ваших друзей. Они будут смотреть эти видеоистории. Фотографии и видео до одной минуты, которые можно публиковать в ленте. Что нам дают другие соцсети? YouTube нам дает возможность вообще записывать видео и позиционировать себя как видеоблогера. Поверьте, с YouTube очень большой процент идет конверсия куда-то. Вот куда-то. На соцсети, на проект. Вот в YouTube, хотя это нельзя по правилам сообщества, но если вы не так часто будете там указывать ссылку на какой-то проект, который вы продвигаете, это не страшно. Сейчас я выбрал тактику 2019 года. Тактика эта называется связь лично со мной. Брендирование еще больше, чтобы меня обо мне люди узнали. Мое брендирование. И это брендирование состоит в том, что на YouTube я ставлю ссылки на соцсети. На соцсети и на мессенджеры. Смотрите, вы написали статус. Например, возьмем, пускай это будет ВК. Вы в ВК написали свой статус. Что нужно написать в нижнем блоке, который есть на личной странице ВК? Как вы думаете, что нужно написать? Вот как Виктор Коско думает, Сергей Захаренко. Как вы думаете, что нужно вот здесь вот написать? Там можно указать свои данные, день рождения, еще что-то. Ну, я не буду ждать ответов. Я знаю, что идет задержка небольшая. Я даже не знаю, что сейчас задержка идет. Здесь вы прописываете. Вот здесь вот вы прописываете. Там есть некоторые, если в настройки зайти, там есть написание мой сайт. Некоторые пишут, нету сайта, нету сайта, создание, там еще что-то. Что вы, как нормальный человек, должны здесь написать? Вы должны здесь законнектить непосредственно свои социальные сети. Здесь, вот здесь вот, вот здесь вот в трех полосках, где написано мой сайт, вы ставите ВКонтакте, например, вы ставите ссылку на свой Инстаграм, вы ставите ссылку на свой Ютуб и вы ставите ссылку на свой Фейсбук. Идет коннект, идет нормальный коннект. Сейчас напишу ссылки на... Ну, я думаю, видно. Тут написано ссылки на соцсети. Вот здесь вот под статусом в информации вы ставите ссылки на соцсети. Также вы там можете оставить свои контактные данные. То есть также вы там можете оставить свои контактные данные. Смотрите, на мессенджеры. Мессенджеры, которые вам будут удобны при работе вот в этом режиме Live. Обязательно это либо запишите... Да, мой сайт, да-да-да, Виктор Клышко. Мой сайт, думаю, ссылку на группу. Ссылку на группу можно закрепить, да. Можно закрепить там ссылку на группу и чтоб люди туда переходили. Но опять же я вам говорю, что люди любят подглядывать. Люди любят подглядывать, и за несколько лет ничего не поменялось. Вот представьте замученную скважину, и если кто-то из вас там в щелку какой-то в детстве, ну, наверное, не найдется ни одного человека, кто в щелку в заборе либо в замученную скважину когда-то подглядывал, подглядывали. Вот. И люди любят наблюдать за человеком. Например, если у вас есть ВК-страница, они обязательно, если найдут ссылку на Инстаграм, они зайдут к вам на Инстаграм. Если они увидят ссылку на Ютуб, они обязательно, если им, они заинтересуются, они зайдут на Ютуб. И если они заинтересуются, чем же вы занимаетесь на Фейсбуке, они зайдут к вам на Фейсбук. Вот это будет ваша целевая аудитория. Но сразу скажу, не стремитесь там заваливать вот этими социальными сетями свою страничку. То есть достаточно двух-трех социальных сетей, на которых будет переход. Вот. Когда люди с вами ознакомятся, например, в ВК, зайдут в Инстаграм, Ютуб и Фейсбук, они вернутся, если у них ВК, если у них ВК, или если они с Инстаграма, например, зайдут к вам на ВК. То есть здесь можно, чтобы вас не банили, именно не банил Инстаграм и не догадался, чем вы занимаетесь. Вы людей можете между собой контактить, то есть между социальных сетей. Что у меня в Инстаграме стоит? У меня стоит в Инстаграме ссылка на Ютуб. То есть люди, которые ко мне заходят, они... У меня там стоит вот такие же контактные данные. Там написано, что дам 99 тысяч рублей, если не выполню свои цели, и стоит ссылка на Ютуб. И если человек заинтересовался, соответственно, он нажимает по этой ссылке и попадает ко мне на канал Ютуб. Вы не поверите, когда я это сделал, у меня живой трафик пошел с Инстаграма. Почему я сейчас пиарю Инстаграм? Потому что Инстаграм сейчас на данный момент самый идеальный. Самый идеальный, и он не требует огромное положение. Вообще, можно сказать, положение не требует. Если вы будете рассказывать, что ВКонтакте, например, что у вас есть еще Инстаграм, Ютуб и Фейсбук, люди сами автоматом будут присоединяться. Вот, мы здесь разобрались, ссылки на соцсети, все, здесь больше статус мы поставили. Люблю жизнь, люблю рыбалку, люблю кататься на машине, люблю ремонтировать машины. Здесь мы описали, что никаких ссылок на какой-то проект основной мы не ставим. Что мы делаем дальше? Какие посты нужно делать в социальных сетях? Ребята, честно, ваш бизнес никому не интересен. Хотя, хотя, если человек заинтересуется, если это будет целевуха, он зайдет к вам и скажет, например, Сергей, Сергей Захаренко, напишет вам в личку. Слушай, друг, а чем ты занимаешься? Сергей Захаренко, напишет, к рыбу хожу, ловлю, занимаюсь спортом, либо еще чем-то, хожу на работу, и у меня есть дополнительный заработок в интернете. Он так, а что ты в интернете зарабатываешь? Ты что, серьезно? А что за бизнес? Вот тут, вот тут, можно человеку уже, он заинтересовался вами лично, он заинтересовался вами лично. И тут уже можно ему предлагать свой бизнес. Бизнес, который, вы же не будете предлагать свою работу, на которую выходитесь. Ну, понятно. Здесь вот можно уже предлагать свой бизнес, потому что Сергеем Захаренко, например, кто-то заинтересовался. А Оксана Тацкина тоже, где люди, например, стучатся в личку, говорят, Оксана, а чем ты занимаешься? Оксана говорит, я видео снимаю на ютубе, истории веду. Ну, так-то, в принципе, ничем. Но еще я дополнительно веду бизнес в интернете. Она говорит, Оксана, а как? Оксана, ну, научи, а что ты делаешь-то вообще? Как ты деньги зарабатываешь? Оксане, есть ли уже что-то, что показать? И Оксана говорит, вот, вот мой бизнес, вот я видео записала, вот я выложила. Вы в личку ссылки не давайте. Для чего нам канал ютуб? Вот нам канал ютуб для коннекта. То есть соцсети очень сильно банят ссылки на какие-то проекты. И вы, скорее всего, это замечали, что они не любят. Они не любят, когда у них забирают их деньги. Зато ютуб любят, когда на него приходят с других социальных сетей. Ютуб очень много что любит. Ютуб любит, что его смотрят долго. Я здесь не говорю, вот мы сейчас уже общаемся 50 минут, но с учетом того, что у нас были вот эти дисконнекты, чуть-чуть я продлю, наверное, до 21-10, мы уже закончим, еще на 20 минут. Либо скажите, ты надоел, я ухожу, мне неинтересно. То есть я закончу уже, и все, мы эту тему закончим. Напишите в чате, если я вам надоел, если вам неинтересно, то все, завязываем эту тему. Ты плохой спикер, и от себя толку никакого нет. Мы потратили свой час жизни зря. 50 минут жизни зря. Смотрите, смотрите. Почему Ютуб, почему социальные сети, и почему не стоит предлагать свой бизнес прям в лоб, вот так вот, в лоб. Потому что вижу, вижу, часто, часто вижу, что к человеку заходишь, а у него бизнесовый бизнес. И непонятно вообще, чем он занимается. Вы заходили ко мне на страницу, кто-нибудь смотрели, там, что? Ну да, там, местами бизнес, местами какие-то скриншоты я выставляю, местами там еще что-то делаю. Местами я хожу в кафе, там, бью кофе, там, какие-то постики, фотографии, фотографирую. Вышел на улицу, за водой сходи, там, под елка сфотографировался. Блин, ну чем, как человек может, вот как человек может зарабатывать в интернете? Да легко, да легко, да легко, ребята. Легко можно зарабатывать в интернете. Именно, публикуя, вот, вы, ваша страница, это ваша шапка, ваша аватарка, ваш статус, ваши ссылки на соцсети, вот, обязательно здесь на YouTube ссылку оставьте. А здесь, а здесь, снизу, вы публикуете фоточку под елкой. То есть, вот, вот, вот такой вот человечек, вот такой вот человечек, и здесь, пускай, ну, художник из меня не очень, вот. Фотографию под елочкой. Я сходил, прогулялся. Я сходил, прогулялся на прогулку, я сходил на рыбалку. Вы говорите, когда бизнес продвигается? Вот, мы давали контент-план с Ириной, всему чату, вот, те, кто здесь присутствует, сейчас на этой трансляции. Мы давали контент-план. Постов по бизнесу в месяц должно быть не более 15. Не более 15 постов. Вот, лучше вы будете чаще публиковать, как вы куда-то сходили. Лучше, чаще вы будете появляться на, ну, где-то у кого-то на виду ваше лицо, а не через какое-то время, через две недели. Если вы, вот, попробуйте сейчас уйти в завязь полностью от бизнеса и сделайте так, что 21 день вы три поста с своей фотографией публиковать будете. Посмотрите, сколько будет лайков. Посмотрите, какая аудитория вас будет смотреть. Людей уже достал бизнес. 15 постов по бизнесу. 15 постов по бизнесу. Ни в коем случае не делайте посты по бизнесу в субботу-воскресенье. Пустое занятие. Можно провести трансляцию. Просто можно провести трансляцию. Записать историю. То есть, включайте свой компьютер и говорите, ну, между делом, вот, пришел с работы, смотрите, а вот и в интернете я занимаюсь тем-то, тем-то. Все, 15 постов. Смотрите, здесь вы, я думаю, поняли. Виктор Клышко пишет, при добавлении в друзья, от многих сразу приходит вопрос, чем я занимаюсь и хотите ли вы бизнес в интернете. Смотрите, я уже отвечал на этот вопрос, возможно, на тот момент трансляция Глючева. Как отвечать на вопрос, чем вы занимаетесь в интернете? Я как отвечаю? Я снимаю видео. У меня есть свой канал. Либо отвечайте, ну, не знаю, сделайте вот такое заманчивое предложение, чтобы человека законнектить на себя. При добавлении в друзья, от многих сразу приходит вопрос. Виктор, я вам могу сказать, что вопрос это задает бот. Бот. Это фейковая страница, вы можете туда, вот кто человек вам задал вопрос, вы можете туда зайти и посмотреть, что это за страницей. В основном это пишут боты. Боты это роботы, которые настроены именно, вы добавляетесь в друзья, а он вам пишет в личку и спрашивает, чем вы занимаетесь в интернете и хотите ли бизнес в интернете. С ботами можно не общаться, можете ответить, вот как раз дежурные фразы какой-то заготовленной. Заготовленную фразу приготовьте, там какой-то шаблончик, что вы видеоблогер, что вы занимаетесь тем, что снимаете видео, как ходите на рыбалку и на YouTube-канале зарабатываете свои деньги. Поверьте, поверьте, если не будет обратной связи, если не будет обратной связи, это ее и не будет. То есть, возможно, вот этот вопрос, чем я занимаюсь в интернете, возможно, этот вопрос приходит от одного и того же человека. Да, при ротации такое бывает, робота настроена на автоответ. Продолжаю. Скорее всего, это боты, да, да, я ответил на ваш вопрос, есть ли смысл так же настроить. Ни в коем случае не используйте ботов. Ни в коем случае не используйте ботов. Ну, это мое личное мнение, что боты особо вам много денег не принесут. Они из вас деньги, в основном боты, это платная штука, и эта платная штука требует иногда финансовых затрат. У нас сегодня трансляция о том, как продвигать на минимальном бюджете, либо вообще без бюджета. Оксана пишет, Виктор, я игнорю такие сообщения. Еще вопрос, какие критерии развития своего бренда? Увеличение подписчиков или увеличение активности? Смотрите, я положу пока телефон, отложу его в сторону, а то он будет там идти. Смотрите, развитие своего бренда. Развитие своего бренда начинайте именно со своего хобби. В статусе у вас написано, уже в статусе у вас написано, чем вы занимаетесь. Ваше любимое дело, не пишите там, занимаюсь бизнесом в интернете. Если у вас сейчас в статусе написано, занимаюсь бизнесом в интернете, срочно удалите. Напишите какую-то, если у вас нет мысли сейчас, напишите какую-то свою любимую цитату, любимого писателя. Пускай она там будет. То есть вам нужны именно люди, которые будут приходить и интересоваться у вас. То есть интересоваться у вас вообще, кто вы такой, зачем вы такой, откуда вы появились. Развитие, если у вас будут приходить подписчики. Увеличение подписчиков и увеличение активности. Смотря чем вы занимаетесь в интернете. Если вы поп-звезда, если вы поете песни, пойте песни. Если вы не поп-звезда, если вы на данный момент работаете на какой-то интересной работе, выкладывайте истории со своей работой. Люди любят что-то вот такое, что будоражит их мозги. Я когда-то нашел ролик, и там профессор один, возможно, вы видели. Это не мой ролик. Там есть банка, там есть песок, в банке шарики, камушки. Возможно, вы это видели. Мне очень понравился этот ролик. Я его залил к себе в контакт. Он до сих пор идет. И на нем уже полмиллиона просмотров. То есть люди, многие люди любят думать. Многие люди любят думать. Когда вы делаете посты, делайте их интересными. Я уже говорил, я проводил трансляции, я писал в чатах. Делайте интересные посты, которые будут интересовать людей. То есть у вас, я больше чем уверен, у вас есть свои мысли. У вас есть свои мысли по поводу, например, чем занимаетесь в интернете. Можете написать сейчас пост, вот после этой трансляции можете написать пост. Чем я занимаюсь в интернете. Почему вас так интересует, чем я занимаюсь в интернете. Пишите. Чем занимаетесь в интернете. Это заголовок. Давайте импровизировать. Будем прямо сейчас при вас. Вас интересует, чем я занимаюсь в интернете. В интернете я разглядываю картинки. В интернете я веду свой видеоблог. У меня есть свой канал на ютубе. В интернете временами я зарабатываю неплохие деньги. И в интернете я просто нахожу своих друзей и общаюсь с своими друзьями. Если вам интересны подробности, оставьте свои, то есть оставляю свои контактные данные, связывайте со мной, либо пишите в личку. Мы с вами переговорим. Потому что 2019 год, он вернулся с тем напором, то, что здесь без развития бренда уже никак. То есть вы должны пообщаться с человеком. Да, возможно, он будет впаривать свой интернет-проект. Возможно. Но здесь же вы можете у него спросить. Дорогой друг, там, Василий, там, Сергей, а чем интересен твой интернет-проект? Чем интересен? Вот вам распишите. Потратьте пять минут или три минуты, пять минут. Скажите, за три минуты сумеешь все преимущества своего бренда, то есть своего там какого-то проекта рассказать? Три минуты? Три минуты. Вы слушаете. И подготовьте такую же непосредственно речь ему. Три минуты. Преимущество того, чем вы занимаетесь в интернете. Вот, 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 вот так. Оксана Таскина пишет. У меня в статусе будет новый рассвет, будет море побед, и не верь никогда, что выхода нет. Нет, Оксана. Ну, достаточно хорошо, но в любом случае статус должен как-то вас позиционировать. То есть не нужно, да, это стихи, да, хорошие стихи. Если это ваши стихи, то это хорошо. А если посидеть, подумать, вот буквально выделите себе 15 минут, подумайте, как себя позиционировать в социальных сетях. Я сейчас могу много рассказывать о ботах, я могу рассказывать много о рекламных площадках, но трансляция сейчас не о том. То есть трансляция не о том, что вот как себя продвинуть за деньги. За деньги себя можно смело продвинуть в короткие сроки. Месяц, полтора, два. Все, и выйти на нормальный доход. То есть дать рекламу в Аценте, дать рекламу еще на каких-то рекламных площадках, потратить от 100 тысяч рублей, от 100, 150 для нормального продвижения. То есть кто готов, тот готов. Здесь у нас продвижение именно по лайту. По лайту это легко. Вот так раз, 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 раз и побежали. По лайту я вас не заставляю, вам не рассказываю про, опять, что я начал повторяться, рекламные площадки не нужны. Не нужны нам рекламные площадки. Для развития бренда вам достаточно выставлять свои фотографии, для развития бренда достаточно ввести несколько соцсетей, и для развития бренда не нужно создавать кучу ненужных аккаунтов пейковых, которые на вас работать не будут. То есть вы будете работать на них, на эти аккаунты. Потому что боты требуют дополнительных аккаунтов. Оксана, поставьте статус. Про рассвет можете поставить статус, пускай он у вас стоит. Посмотрите на то, как у вас будут люди добавляться, как люди у вас будут убавляться, и потом решите, может, статус как-то переделать. Вы должны первоначально, когда человек заходит, например, проходит ротацию, вы прекрасно видели, что вы заходите, и у человека что смотрите? Аватарку, статус, контакты, чем занимается. То есть на любую страницу, вы абсолютно на любую можете зайти, будет аватарка, статус, чем занимается. Аватарка, статус, чем занимается. Все. То есть если вы первоначально несколько, там, 3-5 секунд привлечете внимание какого-то человека, человек заинтересуется вашей персоной, он вам первым напишет. Не бот первым напишет, а человек первым напишет. И даже человек, который придет потом, который будет приходить потом, он будет приходить потом, потому что вот этот человек, который вами заинтересовался, он обязательно поделится этой новостью с другим человеком. Чем интереснее ваша страница будет, чем интереснее будет ваш статус, чем больше социальных сетей у вас вот здесь вот будет. То есть, ну, не то, что больше. Например, если вы на Ютубе, он переходит на Ютуб, смотрит какой у вас контент. Вот именно на Ютубе можно человека знакомить именно с тем, чем вы занимаетесь. И не обязательно там ставить свою реперальную ссылку, потому что в описании можно написать. Если вас заинтересовало мое направление, обязательно. Обязательно свяжитесь со мной по WhatsApp. Обязательно свяжитесь со мной по Skype. Обязательно свяжитесь со мной в социальных сетях. Напишите мне в личку. Хочу узнать подробнее. Вот сейчас, на данный момент, 2019 год возвращается именно к тому. Сейчас не нужно собирать ботов и фейков, которые вы собираетесь. Если рассматривать продвижение тоже по лайту, по каким-то боксам, на данный момент что я даю? Какую рекламу я даю? Недорогую рекламу, причем это недорогой трафик будет. И это будет плюс к вашим социальным сетям. Я даю ссылку не на проект. Я даю ссылку не на проект. Я даю ссылку на свои какие-то конкретные, куда мне нужно перенаправить людей. Я даю ссылку непосредственно на пост, который я сделал. Например, бизнес-пост. Почему я говорю, что 15 бизнес-постов? Потому что, когда вы будете публиковать другие посты, эти посты будут убегать. Чтобы привлечь внимание человека, например, к бизнесу, вам достаточно ссылку на буксах давать на тот пост и направлять на ту страницу, на которой вам надо. Вот так нужно. Потому что я еще раз повторюсь, что проекты, проекты, сейчас в какой проект только не посмотри, везде люди, он что пишет? Вот напишите, что у вас в ленте, а я расскажу, что у меня в ленте. У меня в ленте. Открылся три дня назад, заработал уже 200 тысяч долларов. Присоединяйся. Присоединяйся, и у тебя все будет хорошо. Так, Виктор пишет. В группе между постами по бизнесу какую информацию размещать предпочтительнее? Смотрите, в группе, вот именно в группе вы можете продвигать свой бизнес. Вот именно в группе вы можете продвигать свой бизнес, и здесь вам никаких ограничений нет. Только, опять же, когда вы продвигаете бизнес, когда вы продвигаете бизнес в группе, делайте репост из группы. Иногда делайте репост из группы. Это не возбраняется именно в ВКонтакте. Одноклассники сеть такая, там иногда ссылки у меня с Ютуба не проходят, потому что им для робота не нравится описание. То есть вот такая политика пошла, если у вас видео называется «Бизнес, деньги, заработы», ну вот такая бизнес-тема, у вас просто будет видео не идут туда. Вот, про группу я ответил. Вот группу можете ввести тупо по бизнесу. А свою страницу не надо поганить какими-то проектами. Не нужно этого делать, например, выставлять ту же ссылку на проект. Так, да, но в группе от одного бизнеса люди устают. Люди устают не от группы по бизнесу. Люди устают от бизнес-предложений, которые им сыпят в личку. Если вы хотите развлекать свою группу, вы можете дополнительно снимать, снимать, опять же, я вот ужесточаю на этом, снимать свой полезный контент. Начните снимать свой полезный контент. То есть начните рассказывать людям, начните рассказывать людям, как правильно продвигаться в интернете. Даже если, смотрите, есть такая ситуация, что в интернете вы нашли какой-то полезный ролик. Если вы его не можете снять, вы и можете поделиться у себя в группе. Вы можете поделиться. Да, будет просмотр тому человеку, с канала, с которого вы поделились, но вам никогда никто не предъявит за авторские права, потому что он не скачан. Вы поделились этим полезным контентом. И, возможно, этим полезным контентом вы привлечете в свою группу еще больше любви. То есть это так делается в группах. Так делается в группах, так делаются посты. И эти посты вот таким образом рейтинг группы это и поднимает. Вот, по поводу кошечек, собачек и там всяких приколов, которые люди у нас любят выставлять, к примеру, у себя на страницах. Ну, не знаю, меня не привлекает. Я в интернете прежде всего ищу что? Я ищу какую-то мотивацию. Я ищу какие-то хорошие ролики. Не те ролики, где люди какашки жрут. Не те ролики, где они конфетки какие-то съели и рыгают, сидят. Это больше... Да, это привлечет. Возможно, привлечет к вашей группе. Возможно, это к вашей странице каким-то образом привлечет людей. Но это не будет так, целевая аудитория. Никогда не обращали внимания, когда у кого-то на страницу заходишь, а у них там мотивация такая красивенькая. Я не выставляю мотивацию так часто. Но бывает, что у меня вот прям за душу зацепила мотивация какая-то. Я ее выставляю к себе на страницу и идут просмотры. Вот про банку. Это мотивация, которая мне понравилась. Да, я выставил ее на страницу, но это реально, которая пробирает до мозга костей. То есть просто взрывает мозг и человеку раскрывает глаза. Вот. Основное это мои посты с моими фотографиями. То есть я пошел, опять же, наверное, буду повторяться. Слышали, вы не слышали. Пошел в кафе, сфотографировался. Пошел, поехал в Турцию, там куда-то сфотографировался. Поехал в Сочи, сфотографировался. Везде с собой носите свой смартфон. Если вы правильно оформите страницу свою в соцсетях, причем ВК, Инстаграм, Ютуб, Фейсбук. Это приложение можно закачать к себе на телефон. Оформляйте с компьютера. Если у вас есть возможность, с компьютера основную свою страницу оформляйте. Ставите фоточку, пишите статус. Хотя это можно сделать из телефона. Все, и начинайте работать. Вот, вот, вот ваш смартфон, который вам будет приносить денег. Вам не нужно больше заходить на свою страницу с компьютера. С компьютера я сейчас веду, вот чем мне удобен компьютер, я с него сейчас веду трансляцию. Хотя таким же волшебным образом я трансляцию мог провести с своего смартфона. То есть это достаточно просто. То есть просто для меня, если вы не знаете, как это сделать, то вы можете всегда спросить у меня в группе, я вам дам видео, как это, как его, куда нажимать, и что делать, чтобы привлечь к себе внимание. Чтобы основная мысль, которая в интернете временами появляется, есть такой слоган у Гугла. Пока вы не расскажете о себе, о вас никто не узнает. Рассказывайте предварительно о себе, не о своем бизнесе. Рассказывайте о себе. Вот вам никогда не поверят, что вам нечего рассказать. Никогда не поверят, что в вашей жизни ничего не происходит за день. Я вот на прошлой трансляции, которую я выставлял в чатах, я на прошлой трансляции говорил об этом. Никогда я не поверю, что у вас ничего не происходит. Только вот остерегайтесь тех, конечно, ситуаций, где вы с корешами выпиваете за столом. Конечно, такие фотографии не очень проходят. То есть выберите какой-то красивый фон, либо если вы пошли на день рождения, сфотографируйтесь до дня рождения. Не нужно выставлять видео, где ваш кореш или ваша подруга танцует уже под шофе. То есть да, оно привлечет внимание, но привлечет внимание не тех людей, которые вам нужны. Не надо фотографии выставлять или видео выставлять, где ваш знакомый, где ваш кореш упал лицом в салат. Да, это привлечет внимание, но привлечет внимание, опять же, не той аудитории, которая вам нужна. То есть предварительно вы должны спозиционировать себя как профессионала, как специалиста в какой-то отрасли, в которой вы занимаетесь. Но опять же вы должны показать, что вы такой же простой человек, который имеет возможность путешествовать, если вы имеете такую возможность. Даже путешествие в другой город, даже путешествие в другой район, это уже путешествие. И вот вы с такими раскрытыми глазами берете свой смартфон и начинаете. Ребята, я сегодня съездил в соседнюю деревню, там так классно, там такие классные коровы. Либо показываете фотки этих коров. Либо показываете фотки видео, там выставляете этих коров, какие коровы классные. Вот чем вы привлечете внимание. Ну что, интересно? Давайте мне напишите в чате, интересно я рассказываю или не интересно. И я постараюсь продолжение этого вебинара провести в ближайшее время, либо завтра, либо в субботу. И мы продолжим тему, как развивать по лайту ваши соцсети. Потому что прошло более... Да, помню, 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 помню. Вот, прошло более часа, я больше вас отрывать не буду. Если вам понравилось, и если вы хотите продолжение, сейчас ставим плюсики. Я уже тоже чуть-чуть подустам перед вами клунатничать. Если вам понравилось, кстати, поставьте лайки. Поставьте лайки этому видео. Вот. И, скорее всего, мы продолжим уже на... Вот, буквально в тот день, когда мы выберем. То есть, на данный момент... Ирина пишет, мне нравится ваша вебинара, всегда интересно слушать. Огромное спасибо. Если вам понравился этот вебинар, пожалуйста, поделитесь им всем себя. Возможно, возможно, кто-то присоединится после этого вебинара, спросит, а что у вас там за колбас пупал? Бывает и такое. Давайте на сегодня закончим этот вебинар. Я подсобираю вопросы, которые вы зададите непосредственно в рабочих чатах. И по этим вопросам мы поработаем либо завтра, либо в субботу, либо в тот день, который вам будет быть удобен. Я хочу вести вебинары, ну, хотя бы два-три вебинара в неделю уже начать проводить. Вот. И начиная с этого дня. Когда разблокировать мой основной канал, я, конечно, буду вести со своего канала. Там почти девять тысяч подписчиков. и мы будем на сегодняшней, вот на такой позитивной ноте мы будем прощаться и собираться в следующий раз. То есть, я сейчас что от вас хочу? Я от вас хочу, чтобы вы поставили лайки этой трансляции на канале YouTube, чтобы вы поделились ей в соцсетях. и желательно, чтобы на следующей трансляции, которая будет следующая, с вами пришли ваши друзья, ваши знакомые, ваши подписчики и, возможно, ваши будущие партнеры. Я вас прокачаю на сто процентов. Я вам расскажу, как можно прокачивать бизнес платно. Я вам расскажу, как можно весело, весело прокачивать бизнес бесплатно. И тем самым мы разовьем ваши структуры до небес и вы станете просто мегаолигархами интернета. На этом я заканчиваю. Всем большой привет, всем хорошего настроения и до встречи на следующем вебинаре.